СОРОК ДВА ГУДА НАЗАД Сразу по окончании института имени Гнесиных Наталья Юрьевна Тартаковская Поступила на работу в музыкальный музей И с самых первых дней поняла Придется осваивать вторую профессию Профессию музейщика Нужно было научиться инвентаризировать Проверять, а главное уметь отбирать Экспонаты, действительно представляющие Культурную ценность Не случайно Наталью Юрьевну назначили Заведующей архивно-рукописным отделом Потому что всегда ее отличала Большая ответственность в работе Работоспособность большая Целеустремленность Она очень знающий специалист Она музыковед по образованию Но за эти годы работы с архивными материалами Обладает огромным опытом В процессе глубокого погружения в архивы Случалось много неожиданных И очень интересных открытий Например, история одной из скрипок Страгивари Подаренной музею, семьей Давида Остраха Понимаете, как у любого инструмента У него еще есть и мемориальная, историческая ценность И мемориальная Историческая то, что это инструмент Страгивари А мемориальная то, что С какими людьми она была связана Она была куплена бельгийской королевой Елизаветой В 1937 году был организован Международный конкурс кипачей На котором первое место занял Давид Федорович Остраха И вот так началась их дружба многолетняя Елизавета приезжала в Москву И посещала квартиру Давида Федоровича Остраха Она специально выучила русский язык Чтобы писать по-русски Давида Федоровича Я вам посылаю немного сладостей И платока для положить между скрипкой и подбородком 2016 год, год Прокофьева Все музейные работы связаны с именем этого музыкального гения И наша героиня готовит уникальный справочник С автографами Сергея Сергеевича И я столкнулась с тем, что да, я текстологию Прокофьева Ведь очень трудно представляю Поэтому я читаю книги Я даже достала книгу, которой нет в нашей библиотеке Хотя наша библиотека музейная очень богатая Возможность учиться у нас огромная И потом с каждым новым архивом Приходит каждый новый архив Мы узнаем конкретно вот этого нового человека Наталья Юрьевна отмечает Автографы — это не только то, что написано рукой композитора Но и фотографии, сделанные при жизни художника Программы афиши исполнения его сочинений Вот как часто они исполнились, как много Кто их играл, в каком контексте, в каких залах, какие исполнители Вот по тем материалам, которые мы нашли Уже можно какие-то такие вот выводы делать Потому что в музыкальных школах и даже в институте Ну, конечно, сочинения, ну, конечно, самые главные Ну, конечно, там читают и письма, и все, и какие-то труды Но какие-то записки, какие-то дарственные на фотографии Какие-то вот такие мелочи биографические Которые сразу оживляют человека Вот этот такой облик композитора Он становится обликом живого человека И, конечно, это очень ценно и интересно Наталья Юрьевна вместе со своими коллегами Работает над тем, чтобы преодолеть старые стереотипы музыкального музея Именно поэтому здесь не перестают звучать инструменты И выступать талантливые исполнители И мы стараемся, чтобы все звучало Чтобы можно было вот посмотреть в фоторамках И посмотреть и послушать буквально каждый инструмент Чтобы можно было чему-то научиться И чтобы люди удивлялись здесь Чтобы, войдя сюда, говорили, как Мы даже не могли себе представить Ну, все вплоть до мелочей Вот вы видели, у нас оркестрилон стоит внизу огромный И когда его включают, то дети просто замирают перед ним, слушают Музей живет, а значит и великие русские композиторы Благодаря делу нашей героини Продолжают жить в наших умах и сердцах Мы приглашаем на сцену победителя в номинации «Хранитель» Наталью Юрьевну Тартаковскую И, впрочем, также подняться на сцену вместе с ней Генерального директора Всероссийского музейного объединения Музыкальной культуры имени Глинки Михаила Аркадьевича Брызгалова Ему есть что сказать в поддержку лауреата Включает награду лауреату Писатель, историк, телеведущий Ковалев-Случевский, Константин Петрович Извините, Михаил Аркадьевич, что поперек директора в музее Глинки Я хочу добавить к этому замечательному сюжету Который только что мы посмотрели Понимаете, речь идет о музыке Мы понимаем, что хранить наследие можно разное Есть под землей археология, есть архитектура на земле Есть документы, есть видео, есть аудио и так далее Но есть что-то, что мы загадочно называем словом музыка Например, как вы понимаете Воспринимаем мы музыку через один инструмент Это ухо Ну мы слышим ухом А почему мы переживаем? Почему мы мучаемся? Почему мы страдаем? Почему мы любим? Почему мы плачем? Почему мы радуемся, когда играет музыка? Где тот орган, которым мы ее воспринимаем? Так вот философы еще в 18 веке пришли к выводу Что это банально, это сердце Музей имени Глинки А вернее Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры Имени Михаила Ивановича Глинки Это самый большой музыкальный музей в мире Многие даже не знают этого Самый мощный Надо на него равняться Михаил Аркадьевич, я хотел про него два слова сказать Думал, что он уедет, потому что он открывает выставку в Севастополе И Наталья Юрьевна Тартаковская Это один из тех людей Который является главным экспертом по фонам этого музея И еще до этого сделал такое количество важнейших научных открытий и дел Что это нельзя даже нашей премии определить Это настолько великое, грандиозное дело Потому что потом это вспомнят те, которые это прочитают Давайте изучать язык музыки Не только по нотам, но еще и нашими сердцами Поздравляю вас, Наталья Юрьевна Дорогие друзья Я очень хорошо знаю и люблю своих коллег И знаю, что многие из наших сотрудников не менее, чем я достойны этой великой премии И поэтому я считаю, что награждение меня не есть признание моих личных заслуг Но признание той роли, той огромной роли, которой играет наше музейное объединение В великом деле сохранения памятников отечественной музыкальной культуры И еще я хотела бы поблагодарить наших дорогих хозяев Которые просто перенесли нас в волшебную сказку Я даже не ожидала увидеть такую красоту И мы пока здесь только несколько часов Мы еще пока ничего не увидели Но мы уже поняли, даже вот по тому месту, где мы сейчас находимся В каком сказочном городе нам довелось быть И нам завтра предстоит более подробно знакомиться с ним Я еще раз благодарю всех тех, кто устроил нам этот праздник Спасибо вам огромное Наша следующая номинация — созидание Жизненный уклад наших дедов был тесно связан с природой А потому к ней относились с особой бережливостью Возвеличивая ее в каждом теле, в каждом слове Спасибо 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 Продолжение следует...